В январе 1945 года Сломав глубокую эшелонированную оборону противника Советские войска начали висло-одерскую операцию Танковые и механизированные соединения Войдя в прорыв устремились в тылы противника Передовые отряды с вода форсировали обер Последний крупный водный рубеж на пути к столице Гитлеровского рейка До Берлина оставалось 80 километров КОНЕЦ КОНЕЦ Молоток Есть Почему стоим, Корчагин? Солярка кончилась, товарищ генерал Я докладывал еще вчера По ползаправки на машину оставалось Солярка Будь она неладна Полковник Лебеденко не для нас, Отер, форсировал Кто работник штаба корпуса? Вы или я? Почему у вас главные силы стоят с пустыми баками? База снабжения, товарищ генерал, зависла Корпус наступал в три раза быстрее нормативно Ну и что прикажете? Темпы наступления под таловые нормы подгонять? На станции снабжения почти 500 километров Связи нет Так, танкеры стащить по берегу Найти естественное укрытие и замаскировать Корпусной артиллерии отрыть позиции и подержать Лебеденко огнем Выполнять Есть, товарищ генерал Да, полковник Как только стемнеет Лебеденко заменить комбригом 7 и отозвать Товарищ генерал Полковник Лебеденко хорошо выполнил задачу по захвату плацдарма Потому и отзываю, что хорошо Как только Иван Укич прибудет, сразу ко мне его на КП Есть, товарищ генерал Выполнять Музыка 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 Такой молоденький, молоденький, такой молоденький, солдат. Ну что, корреспондент, побывал на том берегу? Побывал. Отображаешь героическую действительность. По мере. Знаешь, мне один танкист сказал, вся страна на плацдарм наш смотрит, потому что он трамплин на пути в Берлин. Прямо кин. Ты что, это спектакль разыграешь, Батьянов? Какой спектакль? Что за птица? А черт его знает. Едет по лесу, понимаешь, в Мерседесе, и два мотоцикла с охраной. Но дали мы очередь по скатам. Полковник там был, автоматчики. В кювет отстреливаться. А этот стоит, как истукан, ни рук не поднимает, ни пуль не сторонница. Ну, тех пришлось того. А этого мы вежливенько так в машину, молчит как немой. Потом как прорвало. Орет, требует чего-то. Вот тут только истник. Псих какой-то. Капитан, спроси, чего ему надо. Вас мехнете зажен, генераль? Верзин зи. Фюрон си мих ту аном руссишен генерал. Их пин ну ге вилд, мит аном гляхи ранген офицер зуспрехн. Чего он? Требует встреч с офицером в равном ранге. Волок бы ты его лучше, разведотдел Батьянов. Глянь-ка лучше, что мы в его машине обнаружили. Чего? Ух ты. Ну, доложу генералу, как он освободится. Иван Укич, вы, кажется, охотник. Когда в Забайкалье служил, баловался маленько. Помню. Помню. Ваш передовой отряд действовал и решительно, товарищ полковник. За форсирование Одера я вас представляю к званию героя. Благодарю, товарищ генерал. Разрешите доложить? Угу. Без поддержки главными силами передовому отряду плацдарм не удержать. Вот об этом ты и речь. Иван Укич, я вас отозвал, чтобы поручить одно дело. Слушай, Николай Егорович. На этот раз тыл. Как тыл? Я же, товарищ генерал, строевик. Замп по строевой всю дорогу. И в бригаде был, и в корпусе. Какой же из меня тыловик? Тем более, что до Берлина осталось меньше ста верст. Знаю, знаю, Иван Укич, все знаю. И какой-то мудрец выдумал такую должность в танковых войсках. Замп по строевой. Хороший вы заместитель, Иван Укич. Никто из начальников не хочет добровольно с вами расставаться. Прошу вас, садитесь. Я вам даю слово, что войдете в Берлин командиром бригады. Только извините, сделайте милость. Очень важное задание. Я слушаю, Николай Егорович. Для нас сейчас самое главное горючее. Мне нужна маневренность. А я танки закопал на берегу и превратил их в простые орудия. Саперы вот-вот наладят переправу через Одер. А у меня машины с пустыми баками стоят. И связи со станцией снабжения тоже нет. Смотрите. Городок Химмельсфорд. Находится от нас примерно километрах в ста. Расположен удобно. Вдали от главных магистралей. Бомбить не будут. Значит, есть договоренность с начальником тыла армии, что горючее будут подвозить именно сюда. Здесь мы заложим корпусной склад ГСМ. Точно. Езжайте в Химмельсфорд и организуйте бесперебойную доставку горючего. Задание выполнится тут же обратно. Возьмите в Химмельс и охрану. Ясно, товарищ генерал. Только не надо охраны. Сейчас в корпусе каждый солдат на счету. Обойдусь, Николай Егорович. Разрешите, товарищ генерал. Разведчики немецкого генерала взяли. Я им говорю, идите в разведотдел. А они сюда доставили. А что я с ним буду делать? Переводчик попал с до армии. Капитан Никольский из газеты переведет. Он по-немецки шпрахает лучше генерца. Ладно. Посмотрим из любопытства. Присаживайся, Иван Лукич. Корреспондент, заходи. Ну-ка. Разрешите, товарищ генерал? Спросите, капитан, кто он такой? Name и динственный генерал? Mein Name ist Weisendorf. Ich bin генерал, арст, профессор Виседorf. Дienststellung. Sanitätschef der армии группе. Генерал-лейтенант медицинской службы, профессор Виседorf, главный инспектор группы армии. Какое он хотел сделать заявление? Sie wollten вас melden, генерал? Heute in der früh wollte ich ein verlegtes Feldlazarett besichtigen, Herr General. Bei километра 63 traf ich auf dieses Lazarett. Он говорит, что ехал с инспекции. Неподалеку от шоссе, на 63-м километре, наткнулся на немецкий полевой госпиталь. Soldaten der SS erschossen die Verwundeten. Ich fuhr dazwischen, versuchte diesen massenmord zu verhindern. Gruppe SS-овцев расстреливала раненых. Он попытался вмешаться. Aber man bedeutet mir dabei, der Reichsführer, aber die ist angeordnet, um sie nicht in russische handfallen zu lassen. Aber der Reichsführer, aber der Reichsführer, он думает по поводу расстрела von der Reichsführer, ich kann die schulterstücke nicht mehr tragen. Soldaten der Reichsführer. von der Reichsführer, aus der Reichsführer, von 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 der Reichsführer, aus der Reichsführer, aus der Reichsführer, vorbietet Finichten Иди, товарищ генерал. Были на том берегу, капитан? Так, кто, товарищ генерал? Где газета находится? В Химельсфорте. Поедете с полковником Лебеденко, Иван Укич? Да. Как, возьмете корреспондента? Слушаю, Николай Егорыч. Разрешите обратиться, товарищ генерал? Угу. Мы мимо этого немецкого госпиталя проезжать будем. Разрешите взглянуть? Иван Укич, как? Конечно. Двадцать минут. Пусть посмотрит. Может, напишет, когда. Суспиталит. Пусть acompausiveised. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Пусть посмотрит. Пусть посмотрит оmosолен. Суспиталит. Пусть посмотрит. Поттерпулаまで direktнёт. Поттерпула куда-то вращу. Пусть боловка вращена от тейла. Суспиталит. Пустьpiej побегаетras. Что такое, Кнушка? Почему мы встали? Утро. Приказ полковника Ислебина, двигаться только в ночное время. Старый маразматик. Выходите из леса, Карл. Издавайтесь. Первому встречному русскому офицеру. Но, господин полковник, дайте закончить. Нужно спасти тех, кто остался в живых. Ради их семей. Я хочу, чтобы вы исполнили последнюю просьбу умирающего, Карл. Господин полковник. Я считаю, что мы теряем темп продвижения. Нельзя стоять с днём. Кто это? Оберштурманфюрер СС Фридрих Клейн. Оберштурманфюрер вчера примкнул к полку. Я вырвался из русского окружения. И был рад встретить часть, сохранившую в этом хаосе истинно немецкую дисциплину. Но, когда я узнал, что вы... Вон! Что? Командир приказал вам выйти. Где-то здесь, товарищ полковник. Я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хреновая у твоего отца специальность, капитан. Как это хреновая? А немецкая культура, литература? Вы просто не знаете. Знаем мы ихнюю культуру. Собственными глазами видели. Я бы их всех в эти небесные ворота отправил бы. Ладно, ладно. Будет тебе, старик. У Тихона Спиридоновича на Магилёвщине фашисты всю семью истребили. Всех, можно сказать, до последнего младенца. Извините. Продолжение следует... Готовься. Огонь. Господа офицеров, прошу остаться. Остальным разойтись. Унтер офицерам тоже остаться. Полковник Айслебен был храбрым солдатом. Он прошёл две войны и погиб за Отечество. Вы намерены что-то сказать, оберштурмбаннфюрер? Да, майор. Скрывать нечего. Положение у нас крайне сложное. Выход один. С боями прорываться для соединения с нашими войсками на Балтике. С военной точки зрения, эта попытка совершенно бессмысленна. Русские танки вышли к оберу. Я не имею связи с командованием. Вы предлагаете сдаться? Я этого не говорил. Как старший по званию, я беру на себя командование. Вы хотите возразить, майор? Пожалуй, нет. Собственно, мы давно уже не полк. Сейчас нам нужны не просто солдаты, а рыцари. И вот они перед вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну-ка, останови. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А где ваш командир? Вон на жалюзи, маленький. Лейтенант Ахмедж. Контузил его третьего дня, товарищ полковник. Надо было в госпиталь отправить. Я говорил, а он ни в какую. Корпус-то на Одр вышел. Почему так поперек улицы поставили? Не проехать, не пройти. Тягач так поставил. Поставил, а сам ушел. Обещал летучку прислать. Может, поднять лейтенанту. Не надо. Покормили бы пацана. Не идет он, товарищ полковник. Почему? Эй, фриц! Ком хир! Ком! Ест сандадим! О, педали. Ну что уж так, фриц да фриц. А как же? Капитан Никольский! Слушай, товарищ полковник. Объясни-ка пацану, что танкисты ничего плохого ему не сделают. Как тебя зовут? Малс. Хочешь кушать? Идем. О, старый знакомый. Иди-ка сюда. Ложку давай. Держи. О, бери. И, не стесняйся. Подуй, подуй сначала. Горячая каша-то. Ты гущу, гущу загребай. Вот, молодец. Ханс! Ком хир! Оставь хлопца, фрау. Ну пускай питается. Давай-давай, не бойся. Наворачивай, наворачивай. Вкусно? Конданов! Слушаю, товарищ полковник. Вы, лейтенанта, хоть в дом отведите. Вон как трясет бедняг. Будет сделано, товарищ полковник. Давай назад, Сферидонович. Придется в объезд ехать. А что, порядок. И война их-то не тяпнула. Вообще-то хозяйство хреновое. Учителька, что ли? Почему, учителька? Ник не видать. А вообще-то бабенка ничего, лет тридцати будет. Поболее. Ну, тридцати пяти. А вообще-то ничего, годной экстравой службе. Кофе? Чего? Кофе предлагает. А, не, нам этого не треба. Нам бы чего покрепче. А лужам была-то здесь, что ли? Тепло. Опять же, при бабе. Неохота. Немки дай. Угощайся, фрау. Ну, битый, битый. Танго. Гляди-ка, привычная. Они это дело любят. Ты куда? Вы покурите, а я пойду лейтенанта приведу. К дивану давай. К дивану давай. Ты, полежи здесь, Булат. Вот, на фрисском диване. Фуду обничьи на жалюзе-то. А мы к машине пойдем. Тяги менять надо, Ивашенко. Николай. Фуду обничьи на жалюзе-то. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Уже застрелил. Командир расчёта где? Товарищ старший сержант! Гвардии старший сержант Белкин. Сонное царство Белкин. Виноват, товарищ полковник. В каком состоянии установка? Установка-то в исправности. Да вот только у машины мотор повредила. Что такое? Что с ним? Что и починить нельзя? Вдребезги, товарищ полковник. Менять надо. Комендант в городе есть? Да какой, может, комендант? Вот через пару суток суда тылы подтянут, тогда и комендант объявится. А наше дело нынче здесь, завтра там. Слушай, Белкин, ты город, небось, уже знаешь. Где тут лучше, по-твоему, склад ГСМ разместить? Нужно, чтобы двор с забором, подъездные пути, ну и желательно, чтобы резервуары были. Понятно, нет? Понятно, да. Есть такое место, товарищ полковник? Почти в самом центре. Там винный склад, что ли, у фрицев был. А в подвале цистерны, бочки стоят. Только пустые. Пустые, говоришь? Так точно, пустые, товарищ полковник. Ну, спасибо, поехали. Разрешите, оберштурмбанфюрер? Что случилось, книжка? Исчез водитель танка Ганзен. То есть, как исчез? Похоже, дезертировал. Ганзен, уроженец Химмельсворта. Побежали крысы с корабля. Заменить. Ефрейтер Ганзен, хороший механик-водитель. Если у вас хорошие механики дезертируют, посадите в танк кого-нибудь похуже. Ганзен вернется. Это я ему позволил. Вы его отпустили? Да. Ганзен воюет с 39-го. Три года не виделся с семьей. Я уверен, что к вечеру он вернется. Кнушке. Отберите пятерых надежных солдат, и когда стемнеет, отправляйтесь к Химмельсворту. Задача установить численность русского гарнизона, расстановку огневых средств, и главное, имеется ли в городе запас горючего. Выполняйте. Если есть, мы одним ударом отобьем Химмельсворта, заправим танки, бронетранспортеры, машины. Это большой риск, оберштурмбанфюрер. На войне все риск, майор. Старшина! Товарищ полковник, личный состав разгружает амбундирование, полученное из передовой. Докладываю, старшина Горобец. Что за личный состав? Банно-прачный отряд, товарищ полковник. Вот так. Вот. Это что же вы, всю войну при стирке? Никак нет, я кадровый. После ранения тут застрял. Давно в городе? Со вчерашнего дня, товарищ полковник. Ну, как тут? Да... Тихо, попрятались все. Так вот, старшина, помещение это мы у вас забираем. Под склад ГСМ. Понятно, нет? Понятно. Нам-то куда же? А вот хоть бы сюда. Видишь, доминок какой. Не знаешь, чей? Там пекарня во дворе. Пекарь, наверное, живет. Да. Пекарня, говоришь? Тогда вот что отставить, старшина. Поищи себе другое место. А какие, кстати, еще наши службы в этом городе есть? Газета корпусная. Это на площади. И на окраине хозвод с кухнями. У них машины стали, горючего нет. Значит так, старшина. Мы с капитаном к пекарю наведаемся. Погреемся там. А ты себе что-нибудь поблизости подыщи. Товарищ полковник. Так точно, понял. Мне в редакцию надо. У меня материал в подсдарм. Отставь! Ничего, капитан, ничего. Последний раз послужишь и отпущу. Понятно, нет? Понятно. Передонович, проверишь емкости в подвалах. А потом в хозвод привезешь сюда их командира. Охрану надо будет выставить. Пошли, капитан. Пошли, капитан. Mein Name ist Holzман. Пошли, капитан. Пошли, капитан, господи. Здравствуйте. Гуден так. Гуден так. Почему вы так думаете? Ну, как почему? Видишь, затылок стриженный. В фольксштурме так полагается. А ну-ка, покажи хэнды малый. Видишь? Пороховые пятна на пальцах. Уже успел из фауста пострелять. Гаденыш. Пострелял, пострелял, струсил и к мамке прибежал. А теперь сидит и дрожит. Свою узнает, не помилует. И нас тоже боится. Спроси, сколько он в фольксштурме был и где. Как долго ты делаешь в фольксштурме? Где? Что ты делаешь там? Я... Я был там только неделю, мой офицер. Ну, недавно. Мы защитили Кюстрин. Говорит полторы недели. Был в Кюстрине. По нашим якобы не стрелял. Вот что, капитан. Скажи пекарю, что... Его отпрыска мы не тронем. А вот ему следовало бы Выпороть его, как сидрову козу, Вместо того, чтобы фольксштурм посылать. Покрепче переведи. Выражениях можешь не стесняться. Если сумеешь, конечно. Выражениях, конечно. А что население у них в городе? Святым духом, что ли, питается? Почему его пекарня не работает, спроси? Herr Holzман, warum работает ihre бекерай неч? В городе нет струм. Есть не брики, поэтому могут быть не брызганы. А также, как нужно, как много изгибать будет. Жалуются. Пусть мне голову не марачит. Завтра же начать выпечку хлеба, понятно, нет? Верно, что начать выпечку хлеба, понятно, нет? Продолжение. И как много брода должно быть по персону? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько у нас капитан по карточкам дают? Я ведь, считай, с начала войны в тылу-то и небо, м? Мама писала, кажется, рабочим 600 граммов, служащим 400, детям 500 или наоборот. Ну, значит, по полкило детям, всем остальным по 400 граммов. Пойди разберись, кто тут у них служащий, кто рабочий. Здорово, Петрович! Здравия желаю, товарищ капитан! С привытием! Спасибо! Спасибо! А, Никольский, прибыли. Прибыл, товарищ подполковник. Сидите, сидите. Сейчас я полосу дочитаю, поговорим. Так. На Одере были? Даже за Одером. Вот как? Пишите в номер. Что писать? Очерк, репортаж, заголовок, наши за Одером. У вас чего-нибудь поесть, найдется, товарищ подполковник. А, Проценко! Да? Накормите капитана. Есть. Что слышно нового в штабе, капитан? До Берлина меньше 100 километров. Вот только фланги у нас открыты. Да. И пехота отстала от километров на 300. В танковых баках солярки нет. Да, у нас с горючим тоже очень скверно. Мы тут отправляли на мотоцикле тираж, так с трудом удалось нацедить канистру. А как же газету печатали? Вручную. Устали, как черти. Ну, горючее будет. Сюда привезут. Полковник Лебеденко приехал. Склад ГСМ будет организовывать. Иван Лукич? Да. Сюда. Спасибо. Хорошо устроились. Ну, а вы как думали? Я ведь здесь старший по званию. Вот и выбрал самый лучший осовняк. Для редакции. Мэйсон. Голубые мети. Посуда прям королевская. Ну, хотя не королевская, но баронская-то точно. Дом этот отставного кайзеровского генерала. Сам-то сбежал с семейством, а служанка и старик-садовник остались. Значит так. Отдохните немножко, поешьте. И писать. Пойдет на первую полосу. Ясно, товарищ подполковник. Проценка. Звали, товарищ капитан. Душно здесь. И паленым пахнет. Пойду раздышусь. Ладно. Если подполковник спросит, скажи, скоро вернусь. Понятно. Ну, как Колымака, Петрович? А русские ганса накормили? Ну и что? Не чавка. Что? Они там своего офицера положили. Ранены что ли? Не пора возвращаться. А может не пора? Что ты хочешь, Эрика? Сдайся в плен, Густав. Ты рабочий человек. У тебя двое детей. Если сам придешь, русские ничего тебе не сделают. Люди как люди. Я не дезертир, Эрика. Я должен вернуться. Я обещал Майору Шилеру. Я не дезертир, Эрика. Майор Шилер приказал срочно вернуться. Будем русских выбивать из Химмельспортона. Поняла? Ты над кружевницею, О, хитрый ее кружева. Подойду к тебе походкой зыбкою, Очень нежные найду свободу. Кружева, тихим голосом, Простой улыбкою, Кружева склету, кружева. Кружева, 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 Кружева склету, кружева. Ой, девочки, кто-то стоит. Своя, не бойтесь. Капитан Никольский, я не помешал? Помешали. Можно с вами посидеть. Зачем это? Да бойте, Надежда. Садитесь, товарищ капитан. Мы пойдем. Вера! Мы отдохнем немножко и сменим тебя. Щи варите или кашу? Вы эти еще есть не будете, товарищ капитан. Почему? А они с мылом да с тенькой. Не понял. Мы же белье стираем, товарищ капитан. Тоже не кухня, а бак с бельем. Это наш старшина придумал. А, банно-прачечный отряд. Ага. Значит, вас сюда перебросили. Вообще-то наш отряд впереди, а здесь всего семь девушек и старшина-горобец. Видел я вашего горобца. Строго он вас держит? А что нас держать? Дело мы и без старшины знаем. Мы сами себя строго держим. Хорошую песню пели. Ой, какой там? Разучились. По привычке только и поем. А вы б нас до войны послушали. Землячки, что ли? Ну, Вологодские из Кириллова. Кружевницы, значит? Раз Вологодские, так уж и кружевницы. Песня ваша старинная. Про кружева. Я и подумал. Такую песню только кружевницы поют. Во время работы. Угадал? Угадали. Кружевницы мы. Все трое? Ага. И Люба, и Надя, и я. Вера, Надежда, Любовь. Ага. Для полного комплекта только матери Софьи не хватает. Почему не хватает? У нас Софьи есть. Даже две. Дрова прогорели. Я помогу. Вы давно в армии? От Белоруссии топаем. Не жалеете, что в праздники пошли? Ой, а чего жалеть? Нет. Вот только руки от воды пухнут. Я не знаю, как после войны коклюшки держать буду. Вы бы в телефонистке просились или санитарки. А кто стирать будет? Кто стирать вам будет? Я сам себе стираю. А раненым? Это верно. Странно как-то. Не стреляют. И зарева нет. Тихо, как у нас в Кириллове зимой. Только снега настоящего нет. И морозы не те. Что это? Водители, товарищ полковник, с ног падают. Двое суток за баран. Ладно, будь по-двоему. Пусть полчасика отдохнут. Потом пять цистерн с соляркой и две с бензином. Прямым ходом к корпусу на ОДА. Подберете лучших водителей. Остальное горючее будем сливать здесь. Понятно? Нет? Есть, товарищ полковник. Вот вы в штабе служите, товарищ капитан. Что говорят? Война скоро кончится. Теперь уже скоро. Сами, наверное, чувствуете. Только я не в штабе служу. А в газете. Ой, так вы писатель. Никогда с жимом писателем не разговаривала. Ну, какой я писатель? Я газетчик. А-а-а. И стихов не можете сочинять? Нет, не могу. А вы любите стихи? Ужасно. Я, которые нравятся, в тетрадку переписываю. Потихоньку, чтобы девчата не смеялись. Что ж тут смешного? Это прекрасно. Да? Тогда прочтите что-нибудь, товарищ капитан. Если наизусть знаете. Меня вообще-то Андреем зовут. Вы прочтите, пожалуйста, Андрей. Они любили друг друга так долго и нежно. С тоскою глубокой и страстью безумно мятежной. Но как враги избегали признания и встречи. И были пусты и хладны их краткие речи. Это Гейне. Перевод Лермонтова. Ничегошеньки-то я не знаю. Вот война кончится, в школу пойду. Десятилетку заканчивать. А вы что делать будете, товарищ капитан? В университет вернусь. А потом попрошусь учителем литературы. К вам, в Кириллова. Ой, вы все шутите, товарищ капитан. Да нет, Верочка. Я серьезно. Чудной вы человек, товарищ капитан. Чем? Вежливый. А другие сразу с руками лезут. Вы что ли, товарищ капитан? Я? Ну идите скорее, Рубинов вас заждался. Ну, надо расставаться. До свидания, Верочка. До свидания. Что это вы придумали? Подстойте. Извините, что не провожаю. Это вам. На память. Ой, какой красивый. Спасибо, Андрюша. До свидания. До завтра. Субтитры. Она мне что-то втолковывает, плачет. Я ни слова не понимаю, что ей надо. Офицер, gestern kam mein Mann aus dem Wald. Er ist gefreit. Ich habe ihn im Keller versteckt. Und jetzt eben kam mein Фельд, который был schwer bewaffnet und befahl, Густот zu sofort zurück in den Wald. Sie wollen, Sie haben nur Panzer, ich weiß nicht was. Sie wollen Himmelsborden wieder einnehmen. Herr Офицер, ich bitte Sie sehr, holen Sie meinen Mann aus dem Keller. Er ist gefreit. Ich bitte Sie. Значит так, возьмешь автомат, вот эту немку и быстро к ней домой. Там позвали ее муж прячется, немецкий танкист. Доставишь его к винному складу. Понял. Да. На рожон не лезь. Возьми себе в помощь кого-нибудь из подбитой 34-ки. Есть. Пошли. Держи. Этот солдат überнебет ее, его Mann. Повторяйте. Повторяйте. Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Вера! Вера! Гады! Девчонку-то за что? Я Клебеденко! Девчонку-то за что? Хэнде Хох? Опоздали! Нет! Нет! Густав! Давай! Густав! Отставить отдых! Сливать горючее не будем, товарищи! Машины пойдут прямо на Одер, к корпусу! На Одера считай, километров сто! Разговорчики! Товарищ старший лейтенант, по машинам! По машинам! Бегом! Спиридонович! Я! Заправишь канистры и баки! Слушай! Как выйдете на восточное шоссе и все время прямо по трассе! Охраны не даю! Немцы могут вот-вот по городу ударить! Да вставите горючее, доложите командиру корпуса! Понятно, нет? Может попросить генерала Шубникова помощь вызвать? Три часа туда, три назад! Нет, не надо! Ну, как говорится, с Богом! Поезжайте! Есть! Смотрите на этого выродка! Он решил, что лучше ему болтаться на осине с большевистской петлей на шее, чем служить в боевом строю! Я уверен, твоя жена честная немка! Ей должно быть стыдно, что отец ее детей дезертир! Я не дезертир! Я же вернулся! Меня отпустил майор Шиллер! Я вам уже говорил, Ганзен не дезертир! Нет, дезертир! Предатель! И подохнешь! Смертью изменника! Убрать! Убрать! Доложите, что обнаружила разведка! Гарнизона в городе нет, господин полковник! Из огневых средств подвитый танк и, видимо, неисправная реактивная установка. Охраняется экипажем! Горючая! В город пришла колонна автоцистерны! Видимо, заложат базу горюче-смазочных материалов! Охрана обычная! Хорошо, к ножке! Вы свободны! Прошу вас, майор! Что такое? Полковник Ислебен не разрешал даже костры разводить! Наступать будем через поле! Доложите, майор, план боя! Танки по полю не пройдут! Почему? Мокрый снег, вязкая земля! К тому же, слишком крутые склоны! Пойдем по дороге! По дороге опасно! Что такое? Они могут перебить танки по одному! Чем перебить? Перестаньте паниковать, майор! Напрасно вы расстреляли эфрейтора Гансена! Люди и так на пределе! Я имею полномочия пресекать измену в зародыше! Эта акция сплотила деморализованных людей! Его время! Johann Toulouse rael B林 Сом radiant Но через поле они наступать не будут, это ясно! В грязи завязнут Значит, пойдут по дороге Вот здесь Колона с горючим ушла В восточном шоссе Ну, полка у них в лесу, конечно, быть не может Но если немка говорит, что танки Что ж, товарищи Будем держать город Доложите о личном составе У меня пятна человек Включай водителей У меня семь девушек Шесть Двенадцать человек хоз взвода Вместе с поварами Да, не густо Правда, есть еще мы Есть расчеты Тридцать четверки и Катюши От которой польза, как от козла молока Может, арт-дивизион вызвать? Не успеет К тому же, на Одере каждый солдат На счету Ничего, управимся сами Как говорится, Бог не выдаст Гитлер не съест Товарищ полковник Тут орудие одно есть, немецкое Снаряды в два ящика к нему Немцы драпали, бросили Серега у него лопнула Стрелять можно А кто же тебе стрелять-то будет? Я до ранения в корпусной артиллерии был, товарищ полковник Да, а где я тебе расчет возьму? Да ко мне всего одного подносчика и надо А девушками кто командовать будет? Мой Спиридонович, что ли? У меня сержант Орлова, ей не то, что девчат Троту давай справиться Не женское это дело Из винтовок стрелять Ладно, старшина Будь по-твоему Есть Значит так, капитан Заправишь редакционную полуторку Понятно, нет? Бензин возьмешь у моего Спиридоновича, скажешь, я велел И быстро к Катюше снимешь расчет Оставишь одного часового Есть, товарищ полковник Прошу внимания, товарищи Оборону держим вот здесь НП Мельница Стой, кто идет? От полковника Лебеденко Слушай, старший сержант Загаси костер Оставь одного часового у Катюши А всех остальных ко мне в машину Зачем? Немцы на город вот-вот пойдут Да откуда им взяться немцам? Из леса Полковник приказал собрать весь личный состав Есть Кочурин, загаси костер Товарищ капитан Есть тут у меня одно соображение Какое соображение? Ну, мне бы движок какой Подъем, лейтенант Как вы себя чувствуете? Вы погромче ему Оглох он после контузии Огонь из танка вести можете? Прицельно, с места А, могу С места, мам За мной Гусева Не отставать Лейтенант Откроешь огонь без команды Тогда появятся танки Понятно, нет? Так точно Расчехляйте быстрее Ну, живо, живо! Несите движок, Катюша Товарищ полковник Молодец, Белкин Хорошо придумал Понятно, нет? Ударишь по дороге По сигналу моей ракеты Прицельного удара Не гарантирую, товарищ полковник Разве что только так Для острастки Именно для острастки Есть! Капитан Наладите движок Всю команду на позиции Сам ко мне на НП Это где, товарищ полковник? Заметил на окраине мельницу? Там сверху хороший обзор Понятно, нет? Как думаешь, что за развалины, капитан? Вероятно, остатки Средневековой крепости Возможно, ее поставили На подступах к Одеру Польские короли Из династии пястов Может быть, немецкие крестоносцы Смотри-ка, пясты Видишь, какая разница, капитан Для тебя крестоносцы А для меня просто позиция Я в проломе возле башни Не орудие выдвинул Потому сектор обстрела Уж больно хороший Странно все же Почему они ночью-то не пошли? Может, немка наврала, товарищ полковник? Ну, к чему ей врать-то? Она же мужа спасала Ну, как, Спиридонович? Да вроде все у нас в порядке, товарищ полковник Достал ракетницу? Достал Вот, спасибо, старик А где достал-то? У поваров О, на кой ляд поварам ракетница Да кто их знает Может, ворона отпугивать Придет время спеть, Катюша Дадим ракету Это наш главный козырь Не спать, не спать Товарищи, внимание Любушкина Ты что, оглядываешься, будто тебя покойники за ноги хватают? Ты мертвых не бойся, бойся живых Вперед смотри Смотрю я Как звать-то? Кого, меня? Николай Алексеевич Ого, как меня Тезки выходят Так, выходит По команде заряжай С силой досылаешь его в казенник Понятно, нет? Понятно, товарищ старшина Ну и действуй Товарищ полковник Немецкие танки на дороге Так Поползли коробочки Ну что ж, отлично Товарищ полковник В город еще наши бензовозы входят Что? А, черт Спиридонович Новодеревкин Да Быстро на северную окраину Заворачивай бензовозы на Одер Вторая колода в город входит Понятно Лейтенант Слышь Немцы Немцы К бою Заряжай Есть Откалиберный Есть Молодчина Танкист А ну-ка По-другому, лейтенант Пронебойный Пронебойный Есть Огонь 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 Товарищ Прицельнее Заряжай Заряжай Осторожнее Егорова Ты что, все в небо палишь? Товарищ полковник Колонна с горючим выходит из города Спасибо тебе, старый вояк Еще снаряд Еще снаряд Есть Огонь Засекли поразиты Пригнись Стреляет один корабель Танкистов что-то не слышно Давай, капитан, бегом к танкистам Потом в цепь Пускай отсекают пехоту от танков Есть, товарищ полковник Ракетницу оставь Придет время, сам дам сигнал Выполняй Есть Придет время, сам дам сигнал Ух Могу Этот Благодаря Совет Могу Люба! 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 Снаряд! Как дела, старшина? Уже некуда, снаряды кончаются. Снаряд! Два снаряда осталось, товарищ старшина! Что же они ракету-то не дают? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не стрелять! Не стрелять! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они сдаются! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну да, а все ж захлопнуло перед немцами, ворота-то эти. Ну что ж, старшина, мне надо редакцию догонять, а то подполковник Рубинов без меня Берлин возьмет. Значит, судоро и прямо на Берлин, товарищ капитан, да? Ну, на Берлин рановато. Сегодня заезжал раненый офицер из штаба корпуса. Рассказывал Шубников, лодор форсировал. Приказано плацдарм сдать пехоте, а самим на север, к Балтике. Ну да, а мне он с девчатами, трест свой догонять. Вот незадача какая, старшина, Рубинов удружил. Куда пленных-то девать? А лейтенант Крылова, в хоззвод. Они уехали, следом за редакцией. Вон только, кухни оставили. Вообще-то есть одно соображение. Давай. Сейчас же в город перебазируется ремонтно-восстановительный батальон. Инженер-майор Рузов. Ну, вот преподнести ему подарочек. Он же вроде за коменданта теперь будет. Действуй, старшина. Есть. Возьмите. Где был Гансен? Вы мужа моего Гансена не видели? Возьмите. Где мой муж? Гефрейтор Гансен. Гефрейтор Гансен, мой муж. Не знаете, где он? Старшина, ну как? В порядок, товарищ капитан. Спасибо. Что вы? Возьмите меня с собой. А как же, прошу. В кабину, товарищ капитан. Сержант, закончите кормить и гоняйте своих. Ясно. Я уехал. Я уехал. Товарищ генерал, капитан Никольск. Ладно, корреспондент. Скажи, ты был с полковником Лебединка? Так точно, товарищ генерал. Видел, как он погиб? Нет, товарищ генерал. Мы вели бой. Полковник выбрал НП на мельнице. Немцы, видимо, засекли и ударились тяжелого пулемета. Дальше. Похоронили мы Ивана Лукича в Химельсфорте, в братской могиле, возле кладбища. Поторопились. Не понял, товарищ генерал. А впрочем, мне редактор докладывал. Похоронили как положено. Почему помощь не просили? Полковник Лебединка сказал, что сами управятся. Не хотел бойцов с подстарма брать. Да, на него это похоже. Начальник колонны с горючим доложил мне обстановку, товарищ генерал. Я постал с марша от дивизиона. Ваш дивизион, наверное, до сих пор с вас колонну пробивается. Я отозвал его. Надо бы съездить, мисс Форд. Попрощаться с Ваном Печом. Никак нельзя, товарищ генерал. Через полчаса нам надо быть в Бланфельде. Там нас ждет офицер связи от маршала Жукова. Война. Теряешь боевых друзей. И минуты свободы нет, чтобы у могилы постоять. Корреспондент, напиши в газету, Опиши все, как было. Чтобы Ивана Лукича. Ну, давай. Есть. По машинам! Уже привыкают к теплу молодые побеги. Настырной весенней водою траншеи полны. Но запах победы, дыхание близкой победы, Нам головы кружит сильней, чем дыханье весны. Дрожит на ладони веселого солнца осколок. Полночные звезды пылают над нашей судьбой. Я точно не знаю, когда, но я чувствую, скоро пойдут наши танки В последний решительный бой. И будут машины леветь на дорогах раскисших. И будут снаряды стучать по горячей броне. И кто-то из нас в окончательном списке погибших Вдруг станет последним погибшим на этой войне. Мы к нашей победе шагали по долам и весям. И завтра ее мы добудем в последнем бою. И мы докричим, докрепим, допоем эту песню. Усталую песню, победную песню свою. И мы докричим, докрепим, допоем эту песню. Усталую песню, победную песню свою.